Строительство нового объекта – транспортной магистрали, которая соединит промзону столицы и спальные районы в заречной части города, напрашивалось давно. Два года ушло на разработку документации и проведение экспертизы. Финансировать все работы будет федеральный бюджет. Общая стоимость всего проекта приближается к 5 миллиардам рублей. Новая дорога, длиной чуть более 4 километров, будет построена по современным технологиям. Четыре полосы для движения, ширина проезжей части 15 метров, плюс два трехметровых тротуара с каждой стороны. Есть и три подземных перехода, которые появятся с учетом мнения горожан. Мнение жителей также учли и при вырубке зеленых насаждений, так что экологической безопасности сосновой рощи ничто не угрожает. Вырубка происходит только по направлению трассы. Коснется она не той части сосновой рощи, которой мы восхищаемся, где густой лес, сосны и так далее. Это прибрежная полоса, инвентаризация древесной растительности сделана. Там больше половины является лиственная или кустарниковая растительность. Когда прокладывали трассу, исходили именно из аспекта, как меньше нанести ущерб природе. С этим мнением согласны и экологи, чьи замечания также были учтены при формировании профиля новой трассы. Не главная вырубка деревьев, что само собой важно, но не это. Главное подтопление. В первоначальной полосе была сплошная дорога. Если сплошная полоса, то происходило подтопление, а там уникальные насаждения, как сосна обыкновенная, личинка сибирская, шиповники. Они бы просто вымокли и пропали. Поэтому было наше предложение сделать не сплошную полотну, а и стакан. То есть она сейчас сделана. То есть подтопление и вымирание сосновой рощи не должно произойти. Так что сосновая роща, как уникальный природный островок в центре города, будет сохранен. Причем в полном объеме. Этому есть и соответствующие документальные подтверждения. У нас на сегодняшний день границы сосновой рощи, они затверждены в государственном реестре. Есть паспорт этой территории с этими границами. И на сегодняшний день отрезать даже сантиметр сосновой рощи невозможно. Ну и то, что у нас дорога пройдет, а вырубка идет только в створе дороги. Я не понимаю, больше никуда там это вырубка. Эта территория у нас по правовому режиму полностью соответствует то, что мы делаем сейчас, тому, что записано в основоположающих документах о статусе сосновой рощи. То есть, с правой точки зрения, мы все сделали грамотно. И изменить, еще раз говорю, что-то в сосновой рощи в перспективе будет просто невозможно. Она уже больше не сократится. Потому что мы видели, как она постепенно немножко съеживалась. В этом году на строительство выделено 490 миллионов рублей. Отметим, что эти средства стали хорошим дополнением к финансированию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Остается надеяться, что новая дорога всего лишь с одним светофором существенно сократит время в пути и придется по душе жителям и гостям Марийской столицы. Субтитры создавал DimaTorzok